Добрый день! На этом стенде вы видите крепление S-Doc от немецкой компании SmartThings, которое позволяет устанавливать планшет iPad на стену и использовать его в коммерческих целях, например, в качестве панели управления. Эти крепления могут быть как фиксированные, так и подвижные. Но сегодня речь пойдет не о них. Сегодня я хочу вас познакомить с креплениями, которые позволяют использовать не только планшеты, но и телефоны, и такой продукт, как iPod от компании Apple. Это крепления, которые называются S-Doc Nano. О них и пойдет речь. У вас может возникнуть вопрос, а зачем мне использовать такой маленький экран в качестве панели управления? Не мелковато ли? И это правильный вопрос. Во-первых, размер данного экрана примерно соответствует размеру обычного настенного выключателя, который вы используете в доме. Вы можете назначить на такой экран только выбранные функции, а используя возможность перелистывания страниц, вы можете таких функций назначить довольно много и получить хороший интерфейс в нужном месте управления. Аргумент номер два. Качество, функционал, интерфейс, картинки, пиктограммы, все, что вы можете использовать на большом планшете, вы тоже самое можете использовать и на iPod. Качество от этого никак не пострадает. И аргумент номер три. Стоимость такого продукта, как iPod, в разы меньше, чем стоимость классического планшета или iPhone. А это немаловажный фактор, если у вас органов управления много, вы можете существенно сэкономить на своем бюджете. А теперь посмотрим, как этот продукт устроен внутри. Крепление серии S-Doc Nano поставляется вот в таких вот компактных упаковках. Крепление выполнено из двух частей. Первая часть декоративная выполнена из металлического сплава. И настенная часть выполнена из стали. Есть специальные бамперы, проставки для того, чтобы ваш iPhone можно было уложить без прямого контакта с поверхностями, которые могут нарушить его декоративное внешнее покрытие. Крепление для iPhone S-Doc Nano фиксируется на стене, на настенной части при помощи ключа. Здесь есть два ключа в комплекте. Личинка, которая вставляется в нижнюю часть. Каждый ключ, каждая серия ключей имеет свой номер. Этот номер вы можете записать на специальной бумажке, чтобы если вы ключ потеряете или сломаете, мы могли вам его восстановить и сделать такой же. Крепление для iPod фиксируется к стене с помощью одного шестигранного винта, который мы для того, чтобы его открыть, выкручиваем снизу. И после этого вы видите, что мы можем установить сначала настенную часть, на которой тоже есть четыре силиконовых бампера и также мягкие проставки спереди для того, чтобы ваш iPod не повредился и не поцарапался, будучи установленным в это крепление. Ну и возникает вопрос, как нам запитывать iPod или iPhone, которые установлены на стене. Использовать обычную зарядку для этого очень неудобно, поскольку она занимает много места и требует отдельной розетки. Как, наверное, многие из вас знают, компания SmartThings поставляет также специальные аксессуары, которые позволяют осуществлять скрытую зарядку и скрытый подвод системы питания для таких устройств. Что для этого можно использовать? За настенной частью вы можете установить стандартную монтажную коробку. Если у вас гипсокартонная стена, вы видите, что отверстия здесь полностью совпадают. И в эту монтажную коробку вы можете установить два типа устройств. Во-первых, это может быть зарядное устройство S24, которое позволяет вам подвести к гипсокартонной стене питание 220 вольт и на выходе получить провод, который вы подключаете к iPhone или к iPad. Это может быть провод с угловым коннектором и с разъемом Lightning или провод с разъемом Type-C. И второй вариант. Вы можете использовать питание Попоя, питание по кабелю типа RG45, Ethernet, и установить адаптер питания Попоя, который тоже замечательно входит в такую монтажную коробку, тоже с нужным типом кабеля на выходе. Эти устройства питания называются S28, и они обеспечивают не только питание, но, например, и передачу, такой способ подключения, как питание и данные. То есть вы можете подключить свое устройство к внутренней локальной сети и использовать все возможности интернета на данном устройстве в проводном режиме, что очень хорошо увеличивает надежность. Итак, это были крепления S-Doc Nano от компании SmartThings, которые позволяют использовать iPhone или iPod в качестве панели управления. Смотрите наш канал, приходите в наш шоурум. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok